Субтитры создавал DimaTorzok А нынешние достижения можно было наглядно увидеть на выставке О самых интересных Юлия Важанина Поехать в Венецию, не вставая с дивана, думаете, невозможно? А вот и нет Побывать, где только душа пожелает, можно с помощью очков виртуальной реальности Конечно, используются они в основном в образовательных целях Мы полностью моделируем вот эту реальность И человек, скажем так, сотрудник, обучается внутри этой реальности Именно тем действием, которое он должен производить уже непосредственно на рабочей площадке Вживую То есть, но не присутствует там, не подвергается никаким опасностям и рискам На выставке цифровое образование нужно быть особенно осторожным Ненароком можно сломать чье-то творение Вот экскаватор из лего поднимает свой ковш Вот роботы играют с пластиковыми фигурками А вот настоящие машины рассекают площадь В детском саду номер 201 программированием дети занимаются с трех лет Эта площадка создавалась два года на муниципальные гранты из поддержки республики Это ранее программирование, навыки компьютерной грамотности, осваивания Осваивают они элементарные представления технического, физику, математику и так далее Мы сейчас приобрели конструктор Малыш-2 Это уже больше техническое направление с физикой Расширяем, во-первых, обучаем педагогов Потому что это очень важно на сегодняшний день И дальнейшее развитие наших бесколят Современное качественное образование должно быть доступно каждому Ключевая тема нашей конференции Реализация национального проекта образования Он направлен на достижение двух задач Первое обеспечение глобальной способности российского образования Вхождение России в 10-й предыдущий стране по качеству общего образования В рамках национального проекта образования в Чувашии реализуются 8 региональных программ В этом году благодаря им в нашей республике открываются новые школы Центр цифрового образования детей IT-куб в городе Канаш Детский технопарк «Кванториум» в Новочебоксарске Дом научной коллаборации В 29 чувашских школах обновляется материально-техническая база 50 лабораторий и мастерских техникумов и колледжей Оснастят современным оборудованием по стандартам WorldSkills Перечень можно продолжить Статья расходов на образование остается самой крупной в консолидированном бюджете республики Серьезную поддержку мы получаем с стороны федерации Эффективное сотрудничество позволяет привлекать колоссальные дополнительные средства С федерального бюджета и реализовывать новые идеи Гранты главы Чувашии, а это 200 тысяч рублей, получили 19 образовательных учреждений республики Александра Алексеева – учитель начальных классов Она из 400-летней династии педагогов В их роду преподавали 15 человек В этом году Александра Владимировна стала заслуженным учителем Чувашской республики В нашей семье очень много учителей по маминой линии Мой папа был учителем физики и математики Мама – учитель начальных классов Бабушка – учитель начальных классов Дядя, тетя – все мы связаны со школой Для меня важно развивать талант каждого ребенка Я в ребенке вижу личность И стараюсь ее развивать и сделать ребенка успешным Еще 9 лучших педагогических работников удостоили звания заслуженный учитель Чувашской республики Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика